Мы очень сильно профессиональны, мы пропитаны сейчас хоккеем насквозь. Грецкий. Это я по ореху запомнил. Ну это трушность. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! О-о-о, Григорьев! Да, я помню этот голос. Не, ничего такого не делал. А сейчас посмотрим, кто в клей-офф, у кого нервы лучше. 3-0! 3-0 по одну калитку! Да! Добро пожаловать на хоккейный борт-шоу, в котором Айдар Гараев, Макс Гончаров и Дима Журавлев все время куда-то летят со звездами КХЛ. Говорят о хоккее, смотрят хайлайты и соревнуются в самолетных играх. Желаем приятного полета. Мне просто интересно, у тебя есть прозвище в хоккее? У всех крутые какие-то прозвища? Так, ну вообще, коротко меня называют Полтап. Ну фамилия Полтапа. Полтап. Коротко Полтап. Прикольно. Друг мой, с которым я 8 лет знаком, Коля Макаров, играет тоже со мной в ЦСКА. Мы с ним, Витя здесь, 12 лет. Он меня уже начал называть Полтос. Полтос, нормально. Нормально. Полтос, что сегодня сыгранет? Это столько за сезон надо закатить? Не знаю. Ну, можно. Накатить. Надо, надо. Это старая школа. Здесь про новую школу. Полтос или Полтап? Да, вот так. Полтос прикольно. Это народная, это очень народная история. А мне кажется, что Полтос прикольно, но Полтап, это звучит как будто богатырь Полтап. Выезжает Полтап. Ну, это коротко с вами, как у нас там Нестер Нестеров, Григо. Ну, у нас фантазия в хоккее такое. Да, очень плохо. Смотрите, я думаю, что часть, важная составляющая популяризации игрока, это прозвище. Прозвище, вот мы же все равно там нет-нет, одним глазом смотрим на запад, ну, то есть на НХЛ. Там вот как-то народ всегда сразу прилепляет какие-то погонялы. Ну, да. И это так, ну, работает хорошо. Работает, работает как бренд. Ну, как там Сушинский, Су-37, да, или там Су-27 он был, 27 номер, помню. Там, не знаю, буре, ракета. Ну, типа, вау, прилипает, классно. И у тебя сразу четкая ассоциация, кто есть кто. Потому что у нас немножко... Хлебушку от Панара, Брэдман. Хлеб, да. У нас как будто бы, если вот это ввести, четче будет ассоциация с конкретным лицом хоккейным. Типа, ну, просто фамилии, они еще плюс-минус много повторяющихся фамилий. И ты такой, где, что? Плюс это дает, знаешь, в медиапространстве какую-то платформу для, не знаю... Да, для брендирования. Для распространения и так далее. Мерч. А у тебя Полтос только друг туда называет или уже в команде прилипла? Нет, только друг. Только друг прям. И ребята, которые помоложе. Вот МХЛ, с кем я знаком, там, второй, первый, да, двухтысячный, все так называют. Ну вот, грубо говоря, Полтос, можно сделать Полтос рублей. Да, да, да. Так, кстати. Своим портретом. Мне эти, как их, на автограф-сессии кто-то принес 50-рублевую купюру. О, боже! И еще потом 10-рублевую. Я такой, что вообще такие есть уже? Шестос. Они есть уже, они когда-то были. Ты просто молод. Ты просто молод. Это давно было. Да, да. Червонец это называлось. Прохор. Все царские времена. Чирик. Черебас, да. Черебасик. Черивоник займи до полочки вот это. Прохор, Полтос, Полтапов. Не обязательно Полтос, конечно, прям прилипать к этому. Ну да. Но подумать можно. Вообще, в целом, вокруг этого можно потом выстраивать мерчи всякие, да, делать. А когда ты забросишь 50, прикинь. А, блин. А, блин. Шик, шик. А если каждый сезон Полтос? Капу. Вообще. Добрый день, дамы и господа. Специальное лицо чебоксарского трикотажа и шерстяных носков Дмитрий Шуравлев. Свяжитесь со мной. Хоккеист, который знает, что такое дедовщина в команде, потому что играет с настоящим дембелем. Как и его известный тезка, тянется к людям постарше. Поэтому в 20 лет у него уже есть кубок Гагарина. Встречайте. Прохор, Полтапов. Мощно, мощно. Так, сразу объяснили мне прикол. Подожди, MVP. Да, да. Мы как это, что, мы просто пропустим это? Что за MVP Дубай, расскажи. Так. Ну, я в Дубае был, пять дней выиграл там. Дубай. Да. Жара плюс 40? Плюс 42. И вы такие на песке? Не, на льду прям. Все к настоящему, да. Я против детей. Я был, проще, я их возил просто этих детей. Ну, там дети, арабы все вот эти. А сколько денег дали? Денег? Ни сколько. Я просто. А зачем ты? Вообще, я поехал выяснять, есть ли там хоккей. Выяснил, что есть. Прикол. Вот это прикол. И очень много рефрижераторов, правильно? Так там самый прикол, там есть стадион 78-го года. Хоккейный. 78-го? Там Дубая не было. В Дубае ничего не было, был стадион только. Они с этого начали там. Хоккей живет везде, ребята. В основании Дубая хоккей? Да, лед. Крут. Они сначала нашли хоккей, потом нефть. А потом уже начали откалывать в коктейли его пролез. Ледик. Кайф, прикольно. Я бы поиграл в Дубае. Ну это прикольно. Я бы просто побыл. Я сейчас понаделась, что ты позовешь, но нет. Прохор. Молодой, перспективный, талантливый. Расскажи немножечко о себе вообще. Вот ты, насколько я знаю, не сразу вообще увлекся хоккеем? Ну в плане, там, не следил за ним. Ты больше как? Не, я не следил. Я вообще из Питера, что там. Просто играл в мои... Я не был в какой-то системной команде, там, как Динамо, СКА. Да. Я был больше такая коммерческая, СКА, Серебряные львы. Да, да. Расскажу про них, потому что... Обязательно расскажи. Везде у меня укладывалось о Серебряные львы. Сердце навсегда мой любимый клуб. Ау. Мяу, блин. Суровые ребята. Серебряные львы. Почему я так сделал? Это другая команда. Кошки, знаешь, когда это тянут? Не, и что? И не было такого, что там есть какие-то упражнения, как-то этим увлекаешься, просто там, могли шайбу кинуть. Идите, играйте, и все, из-за этого появилась какая-то любовь. Ну, в смысле? Идите, играйте. Ну, да, идите, играйте, когда-то остановят, скажут, что там чутка неправильно, а такого, что упражнения были, какие-то мы делали, не было. Вы просто собирались каждый день на катке, и такие, ну, идите. Ну, по сути, как-то так, да, и было. Прикольно. Там звенья распределили, и все, типа, шайбу играйте, развивайте. И вот этот человек выиграл кубок Гагаря в двадцать. Прикинь, ты просто со двора, пацан, вот так вот. Блин, круто, это классная история. А ты до какого возраста там был? До одиннадцати. Что ты считаешь? Цифры. Двенадцати вечера, правильно? Потом двенадцать. Да, двенадцать, все правильно. Тринадцать. Пока не все безнадежно. А как в большой хоккей, как этот переход состоялся? То есть, вот, типа, ты играл во дворе, дайте вам шайбу, потом раз, и витесь. Не, чтобы во дворе, не, это как этот был. Да просто снимали ангар, там были раньше ангары, они как теннисные, но их снимали под хоккей. Все логично пока. Да, все очень логично. И потом, когда мы все выиграли, мы этой командой все выиграли в Питере, всех, кто были, съездили на турнир в Сочи, и там забетил меня тренер Курочкин Вячеслав Павлович. Пригласил в Подольск. В Виталии? Да, сделали такой выбор, уехали из родного Питера и поехали в Подольск. Все, и там уже началось, потому что Вячеслав Павлович был ЦСК-овцем, прям таким, он в школу ЦСК, сам тренировал как в ЦСК, и все, и получилось так, что произошел такой переход. Это все ладно. А как теннисисты на льду играли в этой коробке? Просто крыша текла зимой. О, тут на коньках будет хорошо. Кстати, текло и падал снег с крыши этого ангара. Ну, это трушность. Да. Нет, у меня так же был, я когда начинал, вот выиграл. Нет, это специально, это система. Ты катаешься, да, ты катаешься, тренировка идет, а у тебя посередине льда шины лежат, что-то не в сосульку. Там сталактит, знаешь, который вырастает в такие. Серьезно, это шуток. Это вроде сталагмита, который снизу. Извини. Вот, вот, да. Извини. Вот, да. Я, кстати, проветрил чуть-чуть. Правильно? Душный, да? Ничего не надо. Слушай, а как это получилось? Ты же до 16 лет говорил, что вообще не следил за хоккеем. Да. Вот прям вообще не следил. Ну, я не знал, кто там что вообще играет. Не было такого. И то, что я знаю всех игроков, что я статмен, вот этот, как их называют, все знают. Вот Миша Григоренко такой. Вот этот человек информации просто. Энциклопедия. Да. А чем ты увлекался? Я? Ничем. Ну, учился и хоккей, все. А учился ты просто в школе? Да. Не, в школе просто. Спокойненько. Сходил в школу на тренировку. Учился как? Хорошо? Я до 9 класса был хорошистом. Прям вот ни одной тройки. Что произошло в 9 классе? В МХЛ. В МХЛ попал. И у них тренировки с утра. И я, получается, 10-11 класс даже в школу не ходил. Просто вот не ходил. Здесь понятно. Здесь как бы хоккей отнимает очень много времени. Понятно, особенно у детей. А в хоккей как ты попал? Я знаю, что у тебя мама много, много оказывает влияния. Да, очень много. Спасибо ей за это огромнейшее. А в хоккей вообще тебя мама как-то? Да, мама в 2 года провела. Я был гиперактивный, но не знал, в 2 года. В 2. Я встал в 2. В 2 года? Зимой вот мне, получается, год 11 было в январе. Я сегодня тоже, кстати, в 2 встал. 1 февраля. 1 февраля мне исполнилось 2. В 2? Подожди, я думаю, я рано в 4 года. Типа, ну, в 2. Года. Ты же ходить не умел. Он пошел на коньках сразу. Умел ходить. Ну, ты помнишь все четко сейчас так расскажешь? Ну, нет. У меня есть... У меня есть фотка вот эти вот на... Как они называются? Я не знаю. Это ваше что-то старое, да? Вот полароида. Старое. Да. Это уже старое. Это вот это ваше... Ну, да. Обидно было. Так, так, и что? И там вот дата сзади, то есть 2006 год, я уже в форме хоккейной, катаюсь с ребятами. Блин, круто. Мне вот 3 года. Я именно начал заниматься в школе хоккейной. 2006 год? Да, я уже в школе начал заниматься. В 2.5 первая спинно-рама у меня была. 2006 год, я чемпион... Ты юниорский чемпионат мира в это время выиграл. Я просто сейчас, если ты меня испугал этой цифрой. Дед, расскажи, как это было. 2006 год. По-моему, у меня первый раз забрали права. Ну... Блин, это прикол. Третьей истории про старое не будет. Про старое. Про что-то старое. Про что-то старое. Ну, да. Так, и мама в 2 года привела... Просто... Не-не-не. Да, серебряными. Подожди, какие разве были такого размера? Нет. Это просто брелки взяли, которые вот эти висели. Очень скользкие сапоги надели на нее. Нет, этот... Ну, реально же, размера такого нету. 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 И этот был, как он? Общик, это массовое катание. У нас рядом стадион, то есть, был. И там устроили массовое катание. И мама такая, куда тебе? Все, я не могу с тобой дома. И на каток. Сказали, вот есть коньки? Нету таких. Самые маленькие, давайте, и шерстяные носки. Три пары. Оп. И все она, то есть... Все. И я как-то оп, на циркулях на этих. Максим поймет на циркулях. И вот чутка вот так, чик-чик, начал двигаться. Я тоже пойму ее. И все. Я сейчас так катаюсь. И после ее вот я по моему маму не спрошу. На циркуле, когда одной ногой вот так по кругам. Блин, офигеть. Это вот. Я, кстати, у меня срослось, почему он так легко ворвался в плей-офф. И там не боялся ни обводок, ничего. Потому что он, в принципе, не следил. И для него как будто бы... Без разницы, кто был. Ну, люди. Поиграют с людьми в хоккей. Да, да. Мужики какие-то бегают, да? А кто там еще там, да? Ну да, это, наверное, тяжести никакой не накладывание. Прикольно. Ну, понятно, да. Каждый чемпион обладает возможностью увести кубок Гагарина на родину. И провести. Чё ты делал? Я в Питер повез серебряные львы. Хорош! Как там встретили? Чё там было? Ну, было такое слово, что мы выращиваем чемпионов. Смотрите, вот приезжает. Вот такой клуб. А мне просто приятно, что ребята могут это увидеть. И что реально клуб помог как-то мне. Ну, супер, да. А тебе сколько времени было с кубком? День? Три дня. А, три дня? Да. Ну, тут чё ты сделал? Давай, мы подождем. Потому что я признался, что я утопил его в речке один раз. Один раз, ну, ты гинз. Ага. Сейчас же у вас, кстати, не настоящий кубок. Я знаю. Он же Буфонаду сделал. Да, я знаю. Тот утопил. Так, ну и чё ты сделаешь? Да, чё ты, за три дня? Чё ты необычная? Оливье вот из него хавали нам... Чё вот прям я сделал? Пельмени я видел. Может, как питерец в Эрмитаже был? Нет. Вот, пожалуйста, кубок Гагарина. Это матизм. Я, на самом деле, ничего с ним не делал. Не было такого, что мы с друзьями поехали в караоке? Не, такого не было. Вот так орали в кубок. Нет, это... Мне сказали, что там на него ценник большой. А я сразу там чехольчик путёл. То есть, вместе с ним везде аккуратно. Он такой, знаешь, в плёнке с пупырышками такой. Да, да. Поэтому, не, я ничего такого не делал. Даже я не ел ничего оттуда. Хрен знает, что там было до него. Да, может, его в реке утопить. Да. Блин, ты ещё и прагматичный. Блин, как прикольно отдать бабушке, чтобы она туда бегонию посадила. Прям три дня прикол, просто у тебя растёт оттуда бегония. Ну, блин, не знаю, это прикольно. Да, не, я бы прям заморачивался. И она на подоконнике стоит всегда, и ты с бабушкой фоткаешь. С улечки стоит. Как выстраиваются отношения у тебя со старшим? Ну, то есть, ты достаточно молодой игрок, и там же... Есть дедовщина? Давай, давай напрямую. Ну, прям дедовщины нету. То есть, у тебя всё равно идёт уважение к старшим ребятам, они всё равно там... Нет, в эту сторону я понимаю. Меня интересует в обратку, ну, типа... Нет, такого нету. В обратку. Малой там, типа, куда ты там? Нет такого? Ну, есть такое, когда у тебя свободное время, ты хочешь куда-то съесть, покушать, погулять. Сколько лет? Двадцать? В отель иди отдыхай там. И всё, и ты волей-неволей идёшь. Блин, а вы же не застали это время когда-то форму таскать? Сейчас же всё... Опа! Было, да? Слушай, мы на морозе там эти станки таскали, точильные там, когда вообще жесть была. Обалдеть. Это сейчас как бы всё цивильно, ты прилетел, там форма уехала, вы все в гостинице. Стационарно ремонтировали вы. Мы всё делали, вообще траву украсили вот этот зелёный цвет. Воду вёдрами носили, чтобы залить. Как во дворе. Из колодца. Про медиафутбол хотел тебя спросить. Ничего. Так. Ты увлекаешься, ну, по крайней мере, следишь за одной командой. Да. За тудротцами слежу. Тудротц, привет, можешь вам передать. Я никого не знаю, но всем здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый тудротц. Что тебя приводит? Почему это? Дорогой тудротц. Я просто к чему? Алексей Владимирович тудротц. Извините. Обычно же там, ну, я знаю, что хоккеисты там следят за большим футболом. Типа, условно, по такой бюджетам, МСИТИ, там, что-то и так далее. Ну, прям следят. Ну... Кто-то за российским чемпионатом следит. А ты почему выбор пал на... Да потому что я мелкий был. Ютуб ты открываешь, у тебя там что-то, и у тебя какая самая популярная игра? ФИФА. Кто в ФИФУ играет? Тудротц. Тудротц. Всё, они же из-за этого выросли в медиафутбол. Там какие-то челленджи они снимали. Да, да, да. Тот же Амкало, Герман Эли Классик, он что снимал? Да, тоже челленджи. ФИФУ, челленджи, всё, и отсюда всё вытекло. Не, он нитка, не шит, всё. Понятно. А ты за российским чемпионатом следишь в футболе? Вообще нет? Нет. Ты даже, видишь, не успел договорить вопрос, он уже ответил. Как будто я оскорбил его. Он не следил за тем, в чём играет, вообще, ты про футбол спрашиваешь. А знаешь, что я хотел спросить по поводу увлечённости, там, хобби, всякими, игры, не игры, чем-то, Соника, не Соника? Ну вот на выездах ты обычно играешь в PlayStation, там, может, в Москве в компы мы ходим просто. Во что ты играешь? Я думаю, что нас смотрят те люди, которые тоже увлекаются этим. Ну, ФИФА, та же, НХЛ, Resident Evil, если там... Resident Evil, да, вот, Resident Evil, Contra, Contra, это на компьютере. А сейчас CS2 вышло. Они же ходят в компы. Да. Сейчас CS2. Пожалуйста. А у вас команда больше на плойке? На плойках, на плойках, да. У нас было, потому что мы играли, у нас один период был, мы все компы возили с собой. О, ничего себе. Ну, с ноутбуками все, знаешь, там человек 8-7 в команде играет. Где-нибудь в отеле садитесь? Ну да, заселился, тренировку откатал, пришёл в номер. Так, плойка, Хогвартс Легаси. Нет, я не играю. А ты... Призрак Цусимы. Вот. Пожалуйста. Я не знаю, что это. Я вообще не геймер. Ребят, я не геймер. Я расскажу про свою историю быстренько, что я просто... Ну, у вас не так много времени, по идее, как в Руби. Я играл, у меня была плойка, я играл, играл, играл. И в какой-то момент понял, что... Понял, что сжирает столько времени, что я просто её подарил другу и всё. Говорю, забери, всё. Деградирует ты. Ну, это не деградация, это прикольное времяпрепровождение. Там, это ещё и какой-то скилл. Говорят, что это помогает нейронным соединениям в мозгу и так далее. Ну, это факт. Ну, если чуть-чуть играть. Типа, да. Но времени катастрофически не хватало у меня. Я просто от этого... У нас были дни, ты между играми просыпаешься, там, часов в 11-12. Тренировки нет. Это выходной, мы вот так созваниваемся в чате, там, переписываемся. И мы было там, с 12 дня садишься, и в 12 ночи отходишь от компа и спать. Вот расскажу по поводу этого историю. Я играл в компы, но вообще в компьютерные игры, только в школе. Конец школы я застал там вот абсолютно чуть-чуть. И я играл в стратежки всякие. А, типа герои там всякие? И у меня любимая игра это Дьявло. Дьявло 2 я вообще обожал. Секрет 2, вообще. Я обожаю вот это, когда ты от третьего лица камера, ты ходишь, выполняешь задания, лунные камни, вот это все. Камень заболея. Вот откуда это пошло все. Харадримский куб, вот это все мое любимое. И я потом уже работал, приехал в Москву, уже много времени прошло, я взрослый, лет 26-25. И я такой, блин, дай скачаю себе Дьявло 2 на ком. Я скачиваю ее, звоню жене, говорю, слушай, я скачал игру, я играл вообще тысячу лет назад, так хочется поиграть. Жена говорит, да, да, ну все, время 8 вечера. Она говорит, да, да, конечно, поиграю, ну только не засиживайся. Я говорю, да, конечно, ну куда, зачем? Зачем мне засиживаться? И все, я понимаю, что я отрываю голову от компа, мне звонит жена, я говорю, что ты? Она говорит, доброе утро. Офигеть, серьезно? Восемь утра было, да, было восемь утра, она говорит, я на работу седраю. Доброе утро, мы разводимся. Да, и я такой, это странно. Почему я не хочу спать? Я удалил, закрыл комп, больше я никогда в жизни не играл. Это со скольки ты до восьми утра? Ну вот сколько, 12 часов с восьми вечера до восьми утра. Но я там набил уровень, у меня такое все раскачанное крутое, и ловкость, и харизма, и все. Я просто, я убил всех орков, я все убил, я очень был крутой. Уже огородом занялся, там больше нечего там делать. Повесил топор на гвоздь, начал заниматься кентаврами. Короче, вообще, все, больше я никогда не играл. А прикинь, такой вот, ну у вас, ты сел такой, доброе утро, мы чемпионы КХЛ. Что? А ты? Что? А? Как? А где? Ну у нас пацаны были такие, кто по ночам играл. Ну вот. Приходят, раздел, гни такие мешочки под глазами. Что, поиграл? Да. Прикольно, прикольно. Хобби это прикольно. Ключу, да, это сжирает время и сих. Не, ну вот на выездах помогает. Вот у нас сейчас был Хабарск, Владивосток. Три часа сидишь, играешь, не можешь пройти уровень. Психуешь, нажимаешь две кнопки, у тебя вся игра слетает, такой, ну зачем я три часа играл? Обидно. И опять по новой проходишь, это три часа. Там еще время местное, не местное. А вы, кстати, живете как? Мы в московском уже. В московском. Да, то есть ты засыпаешь, у тебя светло уже на улице, засыпаешь, у тебя темно. Ой. Светло. Наоборот. Светло, да. Все время светло получается. Да. Нет. Нет. Просыпаешься, темно. Все что-то вообще. Уважаемые пассажиры, наш самолет готов ко взлету, поэтому пристегнитесь, присядьте на дорожку и соблюдайте все другие приметы, потому что у нас игра на вылет. Смотри, у нас здесь, как ты понимаешь, высококомпетентное общество людей, разбирающихся в хоккее. Димка Журавлев, эксперт. Я тоже немножечко очень сильный профессионал. Димка Радулов-Журавлев. Почему? Димка Радулов. Меша погоняла, Радулов. Это неправда. Это неправда. Извините. Дмитрий Третьяков. Прикольно звучит. Дмитрий Третьяков. Оставьте Журавль просто. Зачем мне это чужое? Короче, я к чему. Мы очень сильно профессиональны, мы пропитаны сейчас хоккеем насквозь, поэтому с данного момента мы отменяем вообще всяческие таблицы, которые до нас кто-то там составлял. И мы сейчас выясним с тобой, попробуем выяснить, поскольку ты отличаешься таким индивидуальным мастерством на льду, попробуем с тобой выявить лучший индивидуальный гол за всю историю КХЛ. Вот сейчас мы в полной компетенции это сделать. Все. Все остальное отменяется. Вот только сейчас и только здесь. Тем более многие ролики ты не видел, правильно? Да, да. Да, в принципе, да, можно сказать. А ты реально смотришь в таком моменте, хайлайли всякие? Когда в ЦСКА уже перешел, начал смотреть. Последние, наверное, да, вот когда в ЦСКА 4 года уже. Что-то посмотрю. Ну, как интернет, да, Левну? Ну, да. Там с утра, может, за завтраком обзоры НХЛовские. А так у нас в разделке они постоянно крутятся. НХЛовские. Да, и КХЛовские, и НХЛовские, все. Поехали. О, ну, ребят, ну, ну, что вы? Сейчас, подождите, я посмотрю, и тоже сделаю. Димка, смотри. Подбью. Смотри. Чего? Смотри. Немножко бейсбола. Чего? А кто с ракеткой человека пустил вообще сюда? Немножко бейсбола, немножко. Ну, блин, ну, это, ну, что-то... Если бы вот так разделить, было бы все идеально. Ты что плод наделал? Вы плод видели, что тут происходит? Ну, плод. Не, ну, здесь, блин, ну, блин, он здесь, блин, он, блин. Итак, Егор Петухов. Егор Петухов. О, лакросик. Опа. Димка, а? Так тоже можно. Обожаю такие голы, вот в игре, когда... В смысле? Подождите. Не уходите, подождите. Это как? В смысле, так же можно возле своих ворот, и вот так поехать потом. Ну, в теории можно, на практике это невероятно сложно. Не получится, убьют сильно. Да. Больно будет. Я сказал, что вас бьют. Надо тебе надо. Блин, ну, два крутых гола встретились. И, по идее, такой финал мог быть вообще спокойно. Да, но у нас там есть еще ребята, которые достойны финала. Плет. Жесток эта жизнь. Вот плод. Не, ну, я тут за плета, потому что здесь подавляем. Постоянно с ним защитник. Постоянно ему мешает. Он раз подбил ее, на лету два подбил, и еще третий раз добил. Я тоже за плета. Соглашусь полностью. Ну, тут прям, ну, прям совсем это. За эту набивку голосую. Это реально, ну, вот в стиле Кросби, как и написали, это действительно похоже. Так Кросби еще меньше раз набил, но тогда попал раз по шайбе и забил. Ну, он просто перед потеком стоял, по-моему, там набивал. Так. Ну, что, единогласно получилось? Получилось, что в полуфинал проходит проход и гол Джеффа Плета. Ну, вот это тоже магия, блин. Да. Так. Артем Галимов! Всю пятерку Бориса. У-у-у! Хорош! Один из моих любимых уголов, я видел. Видел, да? Я не понял. Да, да, я следил. Один, два, три, Акбар сокращает вас, а Бакраун, в счете и борьба на слева и продолжается. Хоп, хоп, хоп. Ой, хорошо. Хорош, Артем, красный. Нет, хороший гол Данш. Так, ну, еще с этого ракурса давайте глянем. Вот видели, обманное движение сделал вправо и влево. Я правильно понимаю? Ты увидел все правильно. Я правильно вижу. Да, проанализировал правильно. Все. Так, ну, кто же будет против Артема? Так, Михаил Вернаков. Шайбу под ковырнул. Двенадцатый год. О-о-о! На Нокио снимали. Чучи шоу добавил пацан. Е-е-е! Вот он здесь, это раз. Раз, два. Нет, здесь два не получилось, а вот здесь получилось три. Я-ха-ха. Два. Ч-ч-ч. Че? Флип. Разбежались. Он просто как в баскетболе набивает ее. Ну, блин. Это выглядит прикольно. Да, да, да. Это, говорю, это вот зритель. Вот для зрителя. И тут как бы тоже сошлось только все, что она перескочила. Дальше он по ней попал, в зону вошел. Офсайд не свистан. Такое стечение обстоятельств тоже. Давай, хочешь первый? Начну, рассказывай. Почему мне вот Артем Галимов больше нравится. Смотри, он здесь навертел вообще всех. И причем на маленьком пространстве прям вот так вот все. Шикарный хоккейный дриблинг. Есть у вас такой дриблинг? Да. Вот это он. Я сейчас расскажу. Дмитрий Журавлев, профессионал. Я вам расскажу, вы меня слушайте. Наверное, сидя на стадионе, я бы вот больше проорался вот с того, что он подбрасывает шайбу. Два человека остаются где-то сзади, и он продолжает атаку. Еще и броском в девятку это завершает. Ну, поощрение, как будто он так и не особо хотел. Ну, получилось круто. Ну, да, получилось прикольно. Он хотел, может быть, ее дальше закинуть. Ну, как будто, да, понял, про что я говорю? Я не думаю, что он просто над защитником хотел ее подбросить. Такой, ага, вот, смотри. Я ее вообще уберегил. Смотри, 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 вот она. Ровно над ними. Нет, так защитник бы, если бы еще не остановился и не в тело пошел ее играть, она бы прямо на него приземлилась же. Он вон тормознул чутка. Во. Чик? Блин, нет. Тут тяжело. Я сначала хотел сказать, что кайфанул бы, но нет, они оба квасные. Меня здесь еще нравится у Галимова, что в последний момент его дернули, и он задом покатился, и его сориентировался, и нашел вот эту точку, с которой бросить можно. А защитник как сыграл? Треть-третьих. Тебе как? Вообще молодец. Смотри. И? Зачем? Уходи. Так, объясняй, объясняй. Я вот, ну, вижу, ну, защитник, что... Ну, он вообще как-то как будто выключился из игры. Вообще ничего не сделал. Ну, типа, вот эти четверо должны отобрать. Я тут просто постою. Ну, он не клюшка ему в клюшку не сыграл. Он такой, типа, ну... Типа, каждый подумал так, наверное. Он такой, хоть бы не до меня доехал. Хоть бы не до меня доехал. А, ай да и доехал, блин. Нет, я все-таки решил. Я за Артема Галимова. Ну, я тоже за Галимова. Так, мужики. Это все шикарно выглядит. Вот это, вот, вот этой частью он забил. Вот этой. Вот этой частью. Я думал, вы не играете. Так, смотрите, изучаем хоккей с Дмитрием Журавлевым. Да, вообще, я думал, вот это не играет, а вот это играет. А вот это не играет. Получается, что... Придит час, я так рассказываю. Стрим, 10 часов Журавлев на Ютьюбе объясняет. Но если бы я увидел гол Варнакова, я бы одурел просто на стадионе. Скажи, это вот такая чисто детская какая-то радость. Ну да. Как собачка с мячом играет. Я за Варнакова. Артем Галимов проходит дальше. Ну, этот хорош, конечно, сейчас что-нибудь нам покажет. Что придумает Гусев? Гусев. Ох, как неудобный. Гусев делает то, что детоносит. Все, уходит. Просто вау. Других слов здесь нет. Ой, в девяточку взял. Чего? С неудобной, да. Эстетика хоккейной высочайшего уровня. Блин, ну он попал вот прям туда, куда, да? Да. Хочется всегда. Прям от штанги очки. Как с этим... Он был единственным местом, куда можно было попасть, он туда и попал. Так, и Григори... О, Григория... Сейчас что-то здесь, мне кажется, нет. Так, и Григория... Да, я помню этот голос. Ну тут, мне кажется, очень легко мне выбрать. Мне тоже, и Григоренко однозначно... Ну по зрелищности, да, поинтересовавшись? Конечно, там столько... Он тоже там намельтешил, посмотрите, это вообще тоже кое. Бамс, 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 бамс. И сюда раз, и сюда раз. Воин, двукратно обладали кубка Стэнли. Представляешь? Обыграл он такого именитого человека. То есть это не просто так. Это не Дима Журавлева он намертел, вы знаете. Нет, ну тут Миша. Потому что на микродриблинге таком. Под клюшечку, да, под клюшечку еще. Очень много там еще мелких поправок. Здесь как бы окончание движения одного, типа бросил и... Ладно, два движения, извините. Блин, ну он... Ну Григория как будто сложнее. Ну да, он прям... Я тоже смотрю, что Гусева вон двоих убрал, и они как бы... Ну, все, сзади. Прям в гуще событий. Третье не дотягивается, просто... Ну Гусь попал очень хорошо. Попал, да. Сложно, сложно. Григо тут под клюшечку. Тыльной стороной ненужной. Сложно. Так а то тоже. Вот же они совпали-то как. Я за Григоренко. Да, я тоже за Мишу. Я тогда за Гусева. Вот и думайте, что хотите. Я за Гусева. Все-таки эта девяточка красивейшая. Да блин, и Григория, конечно, может. Не, ну Григо здесь, он через себя нанес, здесь соскочил. Он не выключился. Дальше я подобрал. Смотри, здесь вот... Он обыгрывал, не получилось. А вот-ка. Он вернулся. Подправил. Забрал. Ну, да, Григо здесь сложнее ему было. Вообще, расчертил. Три-один. Три-один. Григоренко проходит в полуфинал. Спора не... Опа. Так это кто? Опа. Это какой-то молодой пацан вроде. Так, сейчас... Однофамилия, что ли? Сейчас навертим. Да, я не знаю. Сейчас навертим. Раз, два, на... У-у-у-у! Бам! Тут важно, Дим, еще обратить внимание, что это финал Кубка Гагарина. Я понял. За которым он не следил раз. Это то, о чем я говорил, дядик обводит там, как хочет. И все, смотри. Хоть это и Акбарская. Знаете, что мне нравится в этом голе? Это вообще седьмой же матч, да? Нет, это пятый. А, нет. Это в Казани. Да, пятый. Три-один мы ведем. Мне в этом голе нравится то, что Прохоров в конце так вложился, как будто в клюшку. Просто. Блин, круто. На эмоции. О, Дим, Кужаралев, Александр Адулов. О-о-о-о-о! Твой, что делать, а? Тогда да! Тогда круто! Ничего себе! Твой, что творит? Просто он с ней, он летя забил. Да, да, да. На! Блин, красавец! Катя! Оборону соперника! Это кайф. Ну, это просто... Радулов. Блин, ну ты там, конечно, классно тоже расчертил все это. Вообще люто, люто. Положил вообще всю мучку. Дай! Тут еще вот эта надпись «Финал Кубка Гагаря», она, конечно, выбивает землю из-под ног. Третий раз делать «Финал Кубка Гагаря» или нет, надо думать. Просто делать все время. «Финал Кубка Гагаря» Ты просто понял, настолько ступор. Я так скажу, по важности забитого заброшенного, заброшенной шайбы, конечно, полтапов, конечно. Я вот как будто еще, знаешь, Радулов, за ним слежу уже давно-давно. Это очень похоже на него, это круто, его просто мотор не останавливается. Уже подобное что-то в его исполнении как будто бы видел. Привык, типа, да? Да, да, привык, видимо. Не, ну тут технически, блин, Радул, конечно. При всем уважении Прохор, конечно. Да, да, не знаю. Классный гол, но здесь Саня Радулов прям, ну, это такой галешник. Так, 1-1, 2-1, получается. 2-1 в пользу Радулова. Диман. Радулов. 3-1, Радулов. Что? Я просто сказал, Радулов. А, ты не голосовал? Нет, я сказал, Радулова. Все, ты за Радулова? Без объяснения причин. Он всю дорогу, во все, он просто знает только Радулова. Неправда. Я знаю Третьяк, Гацук, Олечкин, Харламов, Фетисер. Его больно становится. Блин, 3-1. 3-1 и... Ну что, ну не предвзято. Все, все, все. Прохор, пока, давай. По-чесноку. Не-не-не-не, стой, стой. Александр Радулов в полуфинал отправляется. О, Малкин! Есть ли такой? Да, вроде как. Кузнецов. Да. Этот еще Нака, что-то. Конобрей. Не-не-не, Кросби. Эээ, грецкий. Да. Это я по ореху запомнил. Нака, Нака, грецкий. Не-не-не, Нака, эээ, ку, блин, такой бородатый, тоже классный. По-моему, он Тулевца СК, Тулевска. Взрослый уже. Кулемина, наверное, ты имеешь в виду? Не Кулемин. Не. Не, ну не в ЦСК. Да е-мое. Барангар. Барангар вообще не знает, о ком речи. В синей форме я увидел вчера. Да, блин, да по-отцовски он так всех разводил, там, что-то. По-отцовски. Это вообще не в стадионе было в целом. Ой, не кудряшок. Смотрим дальше. У нас полуфинал. Блин, как его, за сборную играл. Ладно, продолжай. Вспомнишь, если что. Итак, полуфинал. Ну, это для прохода, для индивидуального, это, конечно. Тем не менее, я буду голосовать за Джеффа Плэта. Плэта, Плэта. Столько уже все сказали, обосновали, почему это крутой гол. Да, я выбираю Плэта. Сильный раз, ну да. Тоже Плэта. Дима ищет фамилию. Я за Плэта, я за Плэта. Ковальчук! Вот он, да? Ковальчук? Да, да, да. Ковальчук, рекордный бабаев, блин. Где он вчера играл? В синей форме. Да. Ну, в смысле, мы смотрели, а эти голы. Это с Капом было, мы какой-то проходили. Да, 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 с Капом было. Давайте, мужики, тоже, что вы лезете, я все знаю. Прохор. Да, Плэд, Плэд, Плэд. Плэд, единогласно в полуфинале побежал Плэд, и это финалист первый. Так, дальше у нас. Интересный у нас финал будет, я так предполагаю. Ох ты, боже мой. Григо. Да? Да. Серьезно? Да. Да? Серьезно? Да, серьезно. Все, он начал передразнивать, ему не нравится, так. Не шарят, не мах, не мах. Да, идешь старый. Не, ну я тут Саню Радулова выберу. Я выберу Радулова, наверное, тоже, опять-таки, я выключаю. Я и не включал, собственно, знатока какого-то. Как зритель, вот на трибунах я бы, наверное, подпрыгнул в этот момент. Когда Радулов забивает в падении. Ну, а на Григоренко не подпрыгнул? Не, ну Григо тоже, да, классный. Да, в пятерых. Подпрыгнул Базара нет, но я говорю, вот здесь... Я еще люблю прыгать на стадионе. Мне, как зрителю, вот больше нравятся всяких вот таких динамических моментов. Ну, это необычная картинка, согласен, для гола. Да, 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 это вот что-то из разряда типа нарезки, знаешь, как там хайлайт, когда-то падает. Ну, такая Миша, посмотрите, как динамически ногами работает от синей линии. Чисто технически, я, наверное, предполагаю, что... Чисто динамически, я думаю, ну, технически вообще сложнее, наверное, было как раз-таки Григоренко. В смысле, человек в полете забросил. Но эффектнее получилось. Один шаг сделал. Кто? Григо один шаг сделал, когда в зону вошел. Вот обратите внимание, сейчас заново будет повтор показываться, он на синей линии один полушаг сделал, вот и все. Вот, все. Вот, все. Он больше катится. А, в натуре. Нет, для хоккеистов Миша очень скоростной игрок, очень скоростной. Вообще нет. А, да? Да. Подождите, это значит, что он приложил минимум усилий, что... Это значит, что он приложил максимум усилий, что он даже шаг сделал. Зато руками, смотрите, он натворил просто троих. Руки волшебные. Троих разобрал просто на раз. Вот только поэтому Миш. Фантастика. Нет, ну и все-таки остановлюсь все равно на осаде. Я за Шоу, да, я за Радулова. Так, ты, получается, за Радулова, я за Радулова, Прохор за Григоренко. Блин, я тоже, наверное, за Григоренко. Итак, 2-2. Миша. Вот это поворот. И в финал отправляется Михаил Григоренко. Миша. Он просто навертел, посмотрите, ну это, блин, круто. Ну, Радулов, блин, тоже классно сделал. Поэтому именно мы определяем лучший гол КХЛ за всю историю. Понимаешь, вот такая. Зачем я это сделал? На нас легла тяжелейшая ответственность. К тому же никто больше оспаривает это не будет. Надо сделать подсъем, где я в душу. Такая мною придумана установка. В душу вот так сижу, почему я не приголосовал за Старжа Радулова. Чего же человека предал, представляешь? Почему предал? Ну, не знаю. Вот ты где-нибудь пересечешь снимал, он тебе задаст вопрос. А что это, как-то так получилось? А я отвечу. Это будет короткий разговор. Ну, здравствуйте, да. Добрый вечер, конечно. И что вот сейчас? Но с другой стороны, если бы Радулов прошел, что-то изменилось бы здесь? Ну, типа сложнее, мне показалось бы, было бы в какой-то степени. Ну, для нас, да, выбравших Радулова. Ну, давайте там Радулов. И что? Побеждает Плэт. Ну, вот еще. Ну, это крутой гол, реально, за вот, за... Поддержу, Джефф Плэт. Это прямо очень круто. Я просто, ну, вот, как любитель Димки, тебе скажу. Ага. Я вот так вот пытался что-то на лету поймать шайбу. Это получается, ну, один раз из ста. Вот так. Не просто... Просто хотя бы задеть, понял? На лету. А так, чтобы ты направил ее туда, куда тебе нужно. Он ее с контролем, куда он едет. Да, туда, куда тебе нужно. И тебе тут еще мешают. А мне никто не мешает, разумеется. Потому что я где-то там один просто пробую это. Так, ну, что? Плэт, Плэт. Я за Плэт, пожалуйста. Плэт, Дима. Плэт, конечно. За всю историю КХЛ, наверное, один из топ-3 точных голов. Кайф. Мы сейчас... А еще два лучших. Ну, топ-3. А еще два какие? А еще Радулов и Григоренко. Согласен. Ну, кстати, неплохая тройка. Хорошо. Друзья, поздравляем. В этом финале индивидуальный проход и гол побеждает Джефф Плэт. Ну, Плэт. Ну, возил Плэт. Шикарные голы. Потрясающие голы, потрясающие проходы. Определили лучше, на наш взгляд. Это теперь неоспоримый факт. И в связи с этим хотелось бы тебе задать вопрос, поскольку ты удивлял. И мы только что радовались, смотрели еще раз твой проход. Какой самый запоминающийся проход у тебя был? Вот такой индивидуальный, где вот... Возможно, который мы видели. Возможно, у тебя было где-то еще что-то подобное. У меня? Да. Вот самый. Это самый вообще, да? Не, у меня просто по детской школе, например. Ну, да, да. Я чем-то помню, что ли. А, не, да? Не, не. А, что считаешь? Эти проходы. Не, их проходы по-друге. Может, и в Серебряных львах. Я не помню. А может быть, был или есть какой-то, я не знаю, как это назвать, трюк, правильно, который ты хочешь исполнить, и все, он никак не дается, и там... Я лакроссы не умею делать, а шайбу не умею поднимать на крюк, вот так главное, да. У нас есть много общего с тобой, оказывается. Да. Я, правда, еще дофига чего не умею. Не, меня Макс Соркин учит. Типа вот это поднимаешь? Да, ты ее вот сюда подтягиваешь и должен закрутить. И когда ее поднимаешь, тоже должен подкрутить крюк. Ну, хорошо. Я как-то, да? Слишком много задач. Слишком много задач, да. Я тоже за ворот не понимаю, как она ее подцепить, вот это приподнять, что она... Не, она у меня просто даже не ложится, она у меня в крюк упирается, и все. То же самое, я толкаешь вперед и едешь. Такой лакросс нижний. Ты вроде подобрал конь. Нижний лакросс объехал вот так вот. И не забрался. Керлинг, гиппанк. Да, да. Так, ну что, ждем тогда лакросс от тебя, давай учись. Я никому ничего не обещаю. Нет, просто если я что-то не сделаю. Нет, просто если что-то не сделал, потом будет. А ты такой, а ты такой. Будет, конечно. Ну, а нафиг мне это надо. Ну, скорее, хорошо, давай. Я постараюсь. Да, я постараюсь. Сделать лакросс, да. Супер, супер, супер. Матерь Божья. Дамы и господа, наш самолет попал в зону турбулентности. Нужно собраться и занять свое место в таблице. Наша бортпроводница, Камиля Харисова, поможет вам в этом. Погнали. Ну что ж, друзья, ни один полет пока не обошелся без зоны турбулентности. Но я знаю, как вас расслабить и развлечь в этот непростой период. Поэтому, Прохор, для тебя мы подготовили специальный блиц-опрос. Я буду быстро задавать тебе ответы. Давать два варианта ответа. Я ответы задавать ее. 5, 10, 15, 5, 10. Ладно, приду. Ладно, приду. Да, так хочется быть идеальной, но не всегда получается. Буду задавать тебе вопрос. Давать два ответа. И твоя задача выбрать правильный. Итак, вопрос номер один. В каком году открылась бывшая арена вашей команды? ЛДС-ЦСК. 1991 или 1971? 1971. И это правильный ответ. Сколько раз тут Дросс выигрывали в Медиа Лигу? Два. Верно. Сколько делается самая длинная победная серия ЦСКА в КХЛ? 18 игр или 14? 18. Верно. Сколько раз Александр Радулов выигрывал кубок Гагарина? Один или три? Один. Верно. Сколько человек из семи Зариповых сыграл в КХЛ? Два или три? Два. Верно. Имя Прохор имеет греческий или скандинавское происхождение? Чё? А, греческий, да. И это верно. Кто возглавил в ЦСКА после Анатолия Тарасова, Виктор Тихонов или Константин Локтев? Тихонов. Неверно. Локтев. Сколько номеров выведены из обращения в ЦСКА? Четыре или десять? Сколько в первый вариант? Сколько? Четыре. Верно. Десять. Четыре! Четыре! Все, а вот я закрыл. Вот и не будет. Прохор, прихо, время идет. Шлемы из какого вида спорта носили первые хоккеисты из СССР? Велосипедного или конькобежного? Конькобежного. Неверно велосипедного. Лед для фигурного катания должен быть теплее или холоднее, чем для хоккея? Теплее. Неверно холоднее. Сколько в ЦСКА трехкратных обладателей Кубка Гагарина? Восемь или одиннадцать? Восемь. Верно. Когда ЦСКА впервые выиграл регулярный чемпионат в пятнадцатом или шестнадцатом году? Пятнадцатый. Верно. Кто из вратарей стал первым? МВП Кубка Гагарина Александр Еременко или Константин Барулин? Еременко. Неверно Барулин. И курица или рыба? Курица. А, говяйный, у нас говяйный самолет. О, как серьезно подошел. И это было задание со звездочкой. Я считал, сидел внимательно. И тяжело было после того, как мы все проржались, еще продолжить считать. Десять правильных. Хорош! Хорош! На Савчик. Зона турбулентности, судя по всему, закончилась, я продолжу заниматься своими важными делами, стюардесскими и очень сложными, вот. Потрясающе! Заботиться о вашем комфорте и о том, чтобы все были сыты. Спасибо вам за ваш труд. И довольны. Спасибо. У слепого шоу была твоего компаньона, по сути. Была история с клюшкой в мусорке. Да, кстати. Чего? Да. Расскажи, пожалуйста, про эту историю. И вообще, может быть, у тебя тоже есть какие-то приметы суеверия, как ты перед игрой что-то делаешь. Подождите, сначала про мусорку с клюшкой. Да, да, да. Короче, Антоха очень долго не мог забить. И он там клюшки себе подпилил, меньше делал, больше, краги менял, все, у него ничего не идет. Он такой, надо поставить в мусорку. Плей-офф, что ли, был? Я не помню. То ли плей-офф, вроде как. Потому что он говорил, что нужно было мусорку забрать с места, где мы были. Нифига себе. Он долго не мог забить. И он клюшку... Куда забрать, куда? К себе на ЦСКА. Забрать в чужой разделах ее мусорку. Серьезно? Да, короче, он поставил эту, клюшку в мусорку перемотал, то есть ее подготовил, в мусорку поставил. Это суеверие? Да, нет, ну он решил попробовать. Там либо ссут на клюшку, либо там мусорку ее поставил. Ну, лучше. Чтобы она в чем-то была. И, короче, он ее поставил не в пустую мусорку, куда никто не будет кидать, а просто в общую. И там, то есть, кофе кто-то наливает, кто-то бананы, если, я помню, он выходит, у него вот кожура от бананов на ленте, а она в кофе там след. Это плей-офф был, Череповец был. Он не мог забить. Патриотой помойки, как раз таки. Да, три матча, что ли, он не мог забить. Все, вроде еще в регулярке. Он столько ставит, сразу выходит, что-то там конец. Забил сразу, да? Первый период он забивает. Нифига. Следующий матч, он опять ставит, опять забивает. Мы едем в Москву, он ставит свою мусорку, не можем забить. Не может забить, все. Сломалась мусорка. Все, приезжаем опять в Череп, там же как четыре матча сыграли, две там, две там. Приехали к себе, он поставил, а не забил, туда ставит, забил. Такой, все, и мусорку с собой. Просто возит с собой мусорку теперь? Ну, нет, не теперь, тогда возил. Тогда возил, сейчас не знаю, что с ним. Ну, прям реально возил ее с собой? Ну, туда-обратно он ее возил, а потом вроде он что-то один матч куда-то, а, с Яриком, и он ее не брал. Подожди, теперь пояси, как он ее возил? Он ее забрал просто с собой. Ребятам, сервисмены говорят, держите, друзей. Ну, вот, забрали, все, да. Серьезно, сервисмены, о, мусорка классная. Подожди, подожди, вы ее в самолет ставили вправо, куда вы? Нет, ну там же эти, там небольшая, там маленькая была. А, вот этом ведром. Да, да, все к себе. Удобно? Практично. Счастливо? Ну, все счастливо. Блин, столько суеверных. Что ты будешь делать? Спортики, да, ты что? А у тебя какие-то есть вот такие вот приметы? Нет, нет, просто заячья лапка. Да нет, свежая всегда. Но у меня краги вот старые, я в старых играю своих. У меня вот так ладошки нет. Серьезно? У тебя просто ладонь голая? Ну, не голая прям. То есть, вот меня закрывают раз палец, два палец, и вот так третий. И ты специально не меняешь, потому что это твои краги, которые... Ну да, мне так просто еще удобно, и все. Это еще с серебристых львов. Нет, почему? Нет, все скоски. А ты, я думал, в детских, знаешь, которые пальцы как... Как, ну погоди, вот так торчат пальцы просто. Маленькая крага. Нет, таких прям в суеверии нету. А может, еще у кого-то в команде есть какие-то такие истории? Ну, в целом, самое распространенное для Димки скажу, что ты, наверное, обращал внимание, что в плей-офф не бреются. Не бреются, это я знаю, конечно. Поэтому там... Самое популярное. Мне кажется, тяжело вспомнить, потому что для тебя это уже обыденное, как-то ты это видишь. А, ты обращаешь внимание? Да, просто... Не, ну с клюшкой история прикольная очень. Ну это частенько такое бывает, да. Кто-то пытается там... Не знаю, откуда это, кстати, появилось. Вот, вот, откуда человек, типа, кто ему это говорит? Просто какая-то цыганка у входа. Ребят, если вы знаете, откуда эта примета появилась, пишите в комментариях, пожалуйста, ребят. Если вы та цыганка, свяжитесь с нами. Свяжитесь с нами. Ну вот даже у нас человек, он бьет одни и те же буллиты. Просто вот, какой второй сезон, одни и те же буллиты. А, что типа не меняет? Да, он вообще не меняет. Там все вратари уже стоят в этот угол, он все равно будет бить этот буллит. Не забывать? Нет. Ну тогда вопрос к тренеру. У меня сразу возникает. Зачем его ставят тогда? На раскатке. На раскатке. Вот он делает одни и те же буллиты просто. Сан, ну на раскатке часто кто-то что-то делает одно и то же. Ну, а разве это, ну, не прикольно? Ну, в плане, что ты тренируешь один конкретный скилл, который... Знаешь, как есть поговорка про Брюсли, лучше выучить один удар и повторять его тысячу раз, чем выучить тысячу ударов и не нанести одного. То есть, вот он все время один тренирует, и потом на какой-нибудь важной игре это сработает. Так, ну, нет, не работает так. Но все же будут знать, что он именно это будет. Все внутри твоей команды. Не, ну такое есть, на самом деле, на раскатке, когда начинаешь, похоже, ты там хорошую игру провел, то же самое на следующий день пытаешься там сделать на следующую игру. А, да? Ну, примерно, да, плюс-минус. Прикольно. А ты же еще не задумываешь, что ты делал? Забыл, у тебя игра не просто такой, ай, что-то не то сделал, б***но какое-то. Какую-нибудь монетку в конек подкладываю. Серега Мазякин же при 10 рублей все время набалдажник вот этот под ленту приматывал. О, вот, прикольно, да? А тебе полтинник надо приматывать. Опа-на, вот тебе и приду. Вот так и рождаются приметы. Легенды городские. Уважаемые пассажиры, температура за бортом минус 60 градусов по Цельсию, а внутри салона разгораются жаркие хоккейные баталии в нашей следующей рубрике «Хоккейная коробка». Короче, мы придумываем, чем еще хоккеистам заняться в полете, потому что вы часто летаете, и надо как-то убивать время. Макс собрал сегодня, показал нам конструкцию, удивительная штука. Это маленький хоккейный стадион в коробке из-под обуви. В буквальном смысле хоккейная коробка. Он выкинул хомяка и сделал игру. На запах не обращай внимания. И шайбочка, это не шайбочка. Короче, это надо увидеть, поэтому мы сейчас с тобой поиграем. Поиграем, условно, это будет западная-восточная конференция. Сначала мы с тобой сыграем до трех шайб. А потом будет финал, где сыграет Димка и Мах. Че, мы тоже будем играть? Сразу в финале. Итак, что мы видим? Новый, сверхсовременный стадион. Как в Сибири, новый. Чуть-чуть получше. Нормально, нормально. Похуже, точнее. Играем до трех побед, как я уже сказал, повторюсь. Вбрасывание, я надеюсь, поможет? Я профессиональный вбрасыватель. Вбрасывальчик. Давай придумаем название команды, условное, быстренько. Сочи, город Сочи. Все, креативно. Давай тогда я Казань, город Москва. Давай. Нормально. Добрый вечер, дамы и господа. Поехали. Вбрасывание! О, Господи. Борис, Борис. Господи. Как уверенно он это делает. Прохор, давай! Да, возня. Комментирую, Дим. Как заку... Сейчас Прохор пытается побороть чувство выпить из трубочки. И понимает, что это клюшка. Айдар Гараевич пытается выцарапать своими когтями татарскими шайбой. И делает это! Господи, Борис! Я сейчас закончу вообще все! Вообще, это же ошибка Прохора! Делает это! Делает! На Мосфильме до такого додуматься нельзя. Мужики, мужики, говорю сразу, давайте побыстрее, а то нам еще фишки двум дедам, которые в нарды играют. Это, это активированный уголь. Все, 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 все очень просто. 1-0. Я скидываю ним. Придерживайте стадион, чтобы не улететь. 1-0. И-е-е! Вот это ответ! Товарищ судья! Комментирую! Комментирую! Аккуратно, какой же сумбур творится на льду? Что это такое? А где синее линии вообще? Я не понял. Да! Вот это, брат, Сухар! Где синее линии вообще? Как же он вложился в удар? Вы видели? Даже клюшка чуть-чуть согнулась. От синей, тут же ее нет вообще. Еще не рабочей стороной, видели? Так, Прохор, Прохор, надо отыгрываться. Быстрее. Шайба в углу. Ну-а-а! 2-2! Решающий получается. А вот здесь дальше уже на морально волевых идем. Сейчас посмотрим, кто в клоев, у кого нервы лучше. А, подожди, у меня клюшка чуть-чуть не упала. Готовы? Конечно. Поехали. Так, Прохор забирается. Да! Прохор, кто? Чужой клюшкой! Прохор, Прохор забирается! Прохор! Гараев забивает третью шайбу! Прохор, разбивает свои ворота. Очень приятно. Да, все. На трех? Да. Нормально. Казань, город Москва. Казань, город Москва. Прохор, побрасываешь? Дотянешься оттуда? Так. Тихо, тихо, давай, не перерепетируй. Не перерепетируй. Итак, уважаемые команды, финал, суперфинал конференции Запад-Восток. Ребят, название команды? У меня ХК-ФК. Итак, у тебя-то команда какая? Моя команда «Медоед» из города Землеводск. Дамы и господа, добро пожаловать на финал. Сегодня встречается «Землевод» из… Что? «Медоед» из «Землеводска» и ХК-ФК. А, можно сказать, противоречивая дерби. Пока что очень все непонятно в регулярном чемпионате. А, пока я вам расскажу, я даже не… Пока что очень все непонятно в регулярном чемпионате. Что это было, автогол? Где? Я даже не успел огласить составы команд, а здесь уже 1-0 в пользу «Медоеда» из «Землеводска». Вот самое время, думаю, пока «Возня» в центре огласить составы команд. Номер 1. Дмитрий Журавлев в команде «Медоеда» из «Землеводска». Главный тренер. Я туда не знаю. Лакрос, а в лакросе. Журавлев. Товарищ. Лакрос будет. На ворота. Давай, ковыряй, ковыряй. Дмитрий Журавлев. 2-0. Спасибо за пас. Давай, давай, ковыряй, ковыряй. 2-0. 2-0. Кто бы мог подумать, что финал будет таким простым для «Медоеда»? Не-не, это «Землеводска». Если я знал, что так можно было сделать в детстве, я бы хотел себе туфли. ПК-ХК. Мы ждем хотя бы одну шайбу, и, возможно, тогда запахнет камбэком. У меня команда не определилась, на что она играет. 3-0. 3-0 по одну калитку. Комбану не пожелось, на что она играет. Это о чем говоришь? Подождите, подождите, подождите. Не-не-не, ты вот так вот прокатываешься на одном колене, и вот так вот, типа из лука, понял? Сейчас. Я его боюсь, потому что. Красный. Класс. Ребята, это вообще оказывается приходит. Фина. Я же второй мест занял. Я не хотел, я не хотел этой резьбы. Итак, друзья, Казань, город Москва, и Медоед, Землеводск. Землеводск. Медоеды! Полные трибуны. Медоеды! Два города пришли в один город посмотреть, как их любимые команды. Так. Вперед, Медоед! Мы ждем вбрасывания. Извините. Конечно. Проиграл. Все готовы. Трибуны на нервах, хотя еще ничего не началось. Добрый вечер, дамы и господа. Магнали. 1-0! Это очень быстрое начало. Магнали. 1-0! Как же быстро, какие же юркие пальцы. Ему я проиграл этот матч, это невероятно. Эпа, отступай! Нет, подожди! Мне кажется, ты убрала. Нет, подожди! Мне кажется, ты убрала. Подожди, ты тут завел. Я думал, это игра. Айдар. Скидываем в краги. Айдар, не надо. Надо скинуть напряжение. Так. Поэтому вызываем на лавку массажистов. Астюардессы, думаю. Истая, да. О! Что, 1-1, давай? Борис, Борис, Борис. Так, я сейчас... Ну, Гараева, в углу. Бросок. Так, так, чип, легкий чип, легкий чип. Так, ну тут... Легкий чип. Ну куда вы? Ребята, мы... Ой-ой-ой-ой! На контратаке хотели поймать мы... Недоедов. Пожалуйста! Да! Бросок с... Это уже становится коронкой от красной линии. Ничего не могут сделать. Поймать мы... Недоедов. Пожалуйста! Хороший гол, хороший бросок. Я так не потел. Давно. Просто давно. 2-0? 2-1. 2-1. Впереди, когда Москва. Опа! Было, было, было. Это был гол. Да, да, да. Это было очень невидим. Будем звонить, нет? Да, вам ворота хуже. Да, ну уже, да, ворота. Мы посмотрим здесь... Видео просмотры. Уважаемые судьи. Пожалуйста, сделайте. Посмотрите. Здравствуйте! У нас решающий момент получается, да? Да! Золотой гол. Тот же чемпион. Я чуть клюшку не сломал, об воротах свои. А, нет! Нет! Там слепая зона! Нет! Нет! Вот это да! Там слепая зона! Нет! Это матч! Нет! Три стрелы! Эти матери скажут! Спасибо за это! Спасибо! Вы бились как львы! Серебряные львы! Так можно в полете сэкономить 15 минут. Да, и сорвать два голубя! Всего лишь коробка. Молодец, Макс! Круто сделал! Я проиграл, потому что я упирался в спинку. Это не честно. Ну, 3-0! Да! У меня парализовало! Вот, смотри, так же выиграл! Где? Ну, у него руки меньше коробка. Ой, давай! И лед был не такой! И после перелета у тебя ноги вот такие! Смолётные руки были! Смолётные руки были! Так, ну как оценишь разработку Макса? Достаточно интересно! Если вот почаще поиграть, будет интереснее! Нету так! И сели! Я именно! Я знаю, что прикольно! Флекс получается! Благодаря вот этой резиновой трубочке! Что хочешь! Он прям может впороть! А? Два мужика! Я можно заберу домой? Вот, да! Хорошая штука! Я в офис заберу! Конечно забери! Все, я у всех разрешения использовал! А это, чем вы занимаетесь в полёте обычно? Карты, сериалы, фильмы. Карты просто типа дурака. Да, дурака. Карты натальные, натальные. Нет, в мафию, в мафию играли ещё, я помню. А, да? Мафию? Да. Серьёзно? Да. А как, подожди, а как вы не поругались? Это же всегда, всегда, когда играют люди в мафию, всегда срач. Всегда когда-то орёт. Нет, ну там просто происходит всё по личной неприязни. Я это так называю. Это что значит? Ну, иногда просто человек выгоняет за то, что в прошлом раудио много разговаривал, и всё. Ты страдал при этом? Я нет, я, кстати, нет, я так не страдал. Да? Да. А кто у вас из-за личной неприязни? В мафии, в игре. Ну, ты имеешь в виду, типа, я не мафия, потому что, и там аргументов тысячи, да? Да, 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 очень-очень много, слишком долго разговаривал, из-за этого могли, кстати, выгнать. Я помню. Долго слушать. Побыстрее хочется сыграть, да. Ну, ладно, давай, сейчас не будем дискредитировать одноклубников. Ну, ты хорошо обманываешь, если ты мафия. Нет, я вообще противый человек. А книжки ты не читаешь? Говорят, ты там книжку возил с собой. Я возил, да, но я перестал её возить. А, ты просто возил? Да, просто возил, да. Местник занимает. Не, да там тоже, вот которые сейчас были, перелёт, они тяжёлые, поэтому быстро засыпаешь. А, ты спишь в самолёте? Но когда возил, какую книгу возил? Гоголя. Вечера на хуторе близи Каньки возил. Прикольно. Дамы и господа, наш самолёт совершил посадку. Спасибо, что выбрали хоккейный борт. Всем хороших полётов. С посадкой? Спасибо! Спасибо, что пришёл. Да. Приятно было познакомиться, вживую так пообщаться. Классный, простой парень. Мы желаем тебе удачи, чтобы у тебя вообще прям карьера вверх шла и шла, не останавливалась. Спасибо. Будем следить за тобой. Давай, да, Прохор, за руку разберемся. Не в смысле, что на хату поедем за тобой, а вот. Успехов. Твори эту волшебство. Ждём лакросс от тебя, да. Кстати, лакросс. Не забывай. Обещанный. Спасибо, что смотрите хоккейный борт. До свидания! Пока!